сменив кроссовки на туфли она начинает свой рабочий день но как и любая леди сперва наносит макияж свои 29 она стремительно взлетела по карьере прошла путь от стажера до руководителя отдела теперь маркетинг ее стихия все правильно да сейчас я вас направлю к нашим сотрудникам конечно работает же екатерина в отеле пекин и если раньше стать постояльцем этой сети гостиниц можно было только в китае то сейчас такая возможность есть и у гостей беларуси здравствуйте давно ждете они вот только что приехали как вот первое что бросается глаза про не тур сезона гостей много из каких стран до гостей нас много и конечно же то гости из россии из ближайших стран лат и литва польши конечно же китай в искусственном водоеме что вытянут в холле китайские карпы как символ богатства здесь природа и урбанизм сливаются вместе образуя единое пространство а почему пришли работать именно сюда будучи студенткой в университете я была здесь на практике как переводчик и я помню свое ощущение мне очень понравился отель вот такая особая атмосфера особый стиль и когда мне примерно через год предложили работать здесь я конечно же согласилась с удовольствием а тяжело работать когда руководитель иностранец вообще мне кажется мне очень повезло с моим руководителем господин сучан диан наш директор нашего отеля он крайне профессиональный человек имеющий большой опыт работы в отельной сфере и он постоянно обучает нас и мне кажется является таким проводником в сферу для меня и для моих коллег в частности для сучан диана она еще и правая рука если он в отъезде то работу отеля сможет организовать сама дай за шан халтур шуман на уланды тихо шри анда чушь и на эти тену манья учеба не гахом тадо чушь все фон и ле суетин дадим бейсан гонды ванде еще с детства она влюбилась в иностранные языки учила немецкий английский ходила на курсы польского и испанского но именно китайский оказался поворотным в ее судьбе и выбирая специальность я изначально хотел быть юристом с немецким языком но потом я узнала что есть специальность с восточными языками и подумала ну почему бы нет почему бы не начать такое свое восточное путешествие его до сих пор я рука в руку с китайским языком лавируя между этажами она торопится навстречу гостю и нужно утвердить заказ согласовав детали так совпало что в это час еще и подготовка к празднику день середины осени в китае и в отеле конечно тоже меня новые материалы наших гостей про лунные пряники прошуры открытки к празднику пожалуйста их разложите что же гости знали были в курсе а гости здесь самое разное порой с удивительными историями эта пара познакомилась в интернете когда между ними были километры мне написал бог потому что ему было интересно узнать о русскоговорящих студентах которые изучают китайский язык разговаривать о жизни а учебе и а мече так очень хорошие друзья и это через один год мы думаем давай познакомиться друг от друга да это летом я в казани она приехала приехала ко мне сыграть свадьбу в отеле тоже возможно тут одни из самых лучших площадок минска среди 180 номеров различных категорий самым главным номером в нашем отеле конечно же является президентский номер а еще специальные места для именитых гостей а вас кипин добро пожаловать в наш президентский номер номер где проживали почетные гости главы государств и сам 7 пин что имеется в номере в номере есть две просторные спальни в двух частях они располагаются нашего номера есть рабочие кабинет давайте посмотрим 2015 год визит синдзимпиня что вы ожидали от этой встречи далеко он 2015 году я была очень начинающим переводчиком и наверное мое главное ожидание тогда это улучшение связи между странами между китаем беларусью и возможность справить себя по своей профессии а после этого визита был ли такой толчок в развитии белорусско-китайских отношений на после визита сединпина беларусь конечно мы почувствовали как поток туристов к нам увеличился поехали гости из китая бизнес туристы различные делегации им сегодня нет равных уже пять лет отель лучше в беларуси и здесь не только остаются на ночь но и приобщаются к прекрасному сейчас повесим нашу новую картину я думаю что мы расположены в нашем лобби как раз возле рецепции чтобы красивый такой свет осторожно подведите меня немножко а рядом фигуры из бронзы скульптор асташов устроил показ взяв за основу мифы востока он делает культуру доступной гостям для них же и подачу блюд китайской кухни с рассказом об истории страны один придворный император решил что именно такое приготовление утки является самым полезным для императора так как кожицы пекинской утки содержится все самые питательные и полезные вещества а если заглянуть за стенку там сложная работа всей команды для удобства коммуникаций на кухне между китайцами и белорусами придумали вот такую простую схему обычная прищепка с указанием номера стола как только блюдо готово на него крепится зажим и официант понимает куда необходимо принести а если в ресторане гости из китая то есть шпаргалка с указанием основных прав на футунха вот например буялсон из лука или как здесь шао-йоу поменьше масла они смело штурмуют новое и неизведанное вот своими силами запустили кулинарное шоу начинаем всем привет мы снова в гостинице пекин и продолжаем знакомить вас простой и вкусной китайской едой мы сегодня готовим коронное а семейное блюдо нашего директора лапша то лумянь а что же сами любите из китайской еды я вообще в принципе очень люблю китайскую думе конечно же нравится наше фирменное блюдо утка по-пекински всем рекомендую всегда китайские пельмени очень нравится диаодзе баклажаны в соусе юйсян очень люблю о чем запомнилась жизнь китая китая я посвятила большую часть времени путешествия была в разных провинциях в разных частях китая видела все знаменитые памятники архитектуры китайские в том числе конечно же китайскую стену различные монастырь и это прям потрясающе удалось ли за это время найти что-то общее между китаем и беларусью поначалу кажется что китай и беларусь то очень разные страны где совершенно нет ничего общего на это не так мне кажется что у нас многие ценности совпадают а это семейные ценности это гостеприимство потому что китайцы как и беларусы очень гостеприимные радушные люди вот и сегодня для каждого гостя бесплатные лунный пряник тут сразу три вкуса и конечно фото на память праздник середины осени здесь многие отмечают впервые при составлении плана мы конечно учитываем как белорусские праздники так и китайские праздники. Китайский Новый год, день образования КНР, тот же праздник в середине осени. То есть все эти праздники обычно проходят у нас. Как реагируют гости в такие мероприятия? Конечно, гостям это нравится, гостям это интересно. Мы видим интерес гостей, такой необычный, казалось бы, китайской культуре, но мне кажется, что она все ближе становится к нашим гостям. Переплетая связи двух стран, отель успел стать культурной и бизнес-площадкой Минска. Здесь одновременно под одной крышей может проходить до 8 мероприятий. Это еще один грандиозный проект Китая, который объединил страны и континенты.